Полтора года большой работы и ожидания завершены. В Ирбите в эти дни вновь свои двери открыла центральная детская библиотека на улице Горького, ставшая за это время инновационным центром знаний, где органично переплелись современные технологии и классический функционал. И все это про теперь уже модельную библиотеку, которая детская остается лишь по названию. Библиотека – вселенная, в чьем дизайне угадываются черты космической станции. Сегодня открыта для всех, без исключения ирбичан. Библиотека становится более открытой, то есть появляется возможность у людей, которые раньше просто не могли в нее войти, они могут войти. Как правило, в модельных библиотеках появляются новые зоны, например, такие, как молодежные. Каждый находит свое. Ну и, конечно, новые книги. К слову, в день открытия библиотеки здесь побывали ее потенциальные читатели всех возрастов. Знакомились с новыми возможностями и новым оборудованием, в том числе шлемом виртуальной реальности, интерактивными комплексами изучали представленные на полках книги. Буквально звездой этого дня стала Маша – многофункциональный роботизированный комплекс, а попросту робот-помощник. Очень прикольная библиотека. Мне очень нравится все, прикольно, красиво. Пожалуйста. Библиотеки просто шикарные. Здесь уютно. Много книг. Это не я. А что больше всего понравилось? Маше. Мне понравилось. Чем? Тем, что она мне отгадать. Ну а люди старшего поколения немного ностальгировали о библиотеке своего детства, надеясь при этом, что и после обновления она станет не менее востребованной у подрастающего поколения, чем у них, много лет назад. С первого дня работы в библиотеке я здесь самый постоянный читатель. Как раз начала работа в библиотеке. Это был где-то наш, наверное, третий-пятый класс. Возраст. И появилась возможность. Для нас в то время неограниченное количество книг. Это такое было счастье. Мы так часто сюда ходили. А зайдя сегодня, а буквально, ну, уже как бы, ну, десяток лет я здесь не был, я сегодня, конечно, поражен увиденным. Вот. Я думаю, что именно вот коллектив библиотечный подхватил именно ту изюминку, с чем сегодня можно подойти к маленькому, да, вот совмещая там все его, всю любовь, значит, к телефонам, да, так сказать, все это вот компьютерному пространству, да, найти себя, значит, для малыша найти себя и вернуться к книге, вот, ну, в нашем старом, понимании. Библиотеки всегда были таким кладезем знаний, кладезем того, что человечество накопило за всю свою историю. Надеюсь, что, несмотря на электронный вариант, несмотря на модельность, все это сохранится и станет хорошим подспорьем для школьников, и не только детей, но и взрослых. Сотрудникам же библиотеки сейчас предстоит вместе с посетителями обживать новое пространство, наполняя его книгами и событиями, адресованными самой разной аудитории, чтобы библиотека стала ближе и доступнее своим читателям. И первый шаг к этому – изменение графика работы. У нас изменится режим работы. Режим работы у нас будет два дня в неделю. У нас будет, мы будем работать с 11 до 8 вечера. Это будет среда и четверг. Остальные дни, кроме субботы, с 10 до 6. Суббота, воскресенье, как обычно. Ну и санитарный день, последний день месяца. Ну и, конечно же, будет прибавиться работы нашим коллегам, но это будет достаточно интересно и плодотворно. Мы же напомним, воплотить проект в жизнь удалось в рамках национального проекта «Культура» и при поддержке Министерства культуры Свердловской области. В общей сложности в подготовку помещения и переоборудование библиотеки было вложено более 13 миллионов рублей, большая часть которых – средства, выделенные орбиту из федерального и областного бюджетов. Ну а глава города Николай Юдин уже анонсировал создание новых библиотек такого типа в разных частях города, в том числе и в его историческом центре. Ждет нас большой, большой проект по созданию самой большой, самой лучшей библиотеки в городе и орбите. Пока мы не будем раскрывать все тайны, но это не просто будет библиотека, она будет совмещена в том числе и с большим, лучшим книжным магазином восточном обыке.